Я однажды сидел, печатал на компьютере, слушал магнитофон, кассета закончилась. Я говорю, Надя, переверни, пожалуйста, кассету. И сижу, дальше спешу статью. А музыки нет. Я говорю, Надя, я тебя просил кассету перернуть. Я перевернула, я смотрю на магнитофон, точно кассету перевернула. А кнопку пуск нажать слабо было? А он мне этого не сказал. Я имел в виду что? Что нужно заново музыку пустить. А сказал слух, кассету переверни. Конечно, помимо того, как мы вместе живем, мы уже научились где-то угадывать мысли друг друга. Но все равно это не всегда получается. Потому что действительно из наших уст исходит совершенно порой не то, что мы думаем. То есть первое, то, что мы хотим сказать, то, о чем подумали. Второе, то, что произнесли слух. Третье, то, что собеседник услышал. Потому что мы говорим одно, а он может слышать вообще где-то совсем другое. Или в облаках летать, или вообще не слышит нас. Четвертое, то, что он подумал по поводу того, что он услышал. Четвертое, то, что он подумал по этому поводу. И пятое, то, что он ответил слух. И это тоже может отличаться от того, что он подумал и то, что он услышал. Представляете, какая длинная цепочка от нашего вопроса к его ответу. Как и спорочный телефончик получается, да, в пропарусной спорте. Итак, в введении написано. Кроме того, что у нас вот эти три, вернее так, пять компонентов проходит общение, или вот этот вот процесс коммуникации, да? Еще существуют различные типы общения, которые мешают нам нормально общаться. Точнее, два мешают нормально общаться. Это авторитарный тип общения. Делай, как я сказал. Без вопросов. Будет только так, как я говорю. И вопросов не задавай. И неважно, почему. Ну, мы называем это самым примитивным. Вот авторитарный еще, знаете, можно назвать так, примитивный тип общения. И вообще, молчат, кто ниже ростом. Все. Да. Или молчат, когда отец глаголит. Да? Или молчат, пока вы в нашей семье. Ну, как угодно там может быть, это звучать. То есть без вопросов. Вот авторитарный. А второй, это манипулятивный. Ну, мы вчера немножко говорили о манипуляциях. То есть, когда действительно человек играет, как бы, да? И в игре другого заставляет поступать так, как ему хочется. Очень важно запомнить, что манипуляция – это всегда нечестные, непрямые методы общения. То есть, манипуляцию нужно отличать от убеждения. Вот если мы убеждаем человека, да, что вот так поступить правильно, это нормально. Манипуляция не убеждает. Манипуляция заставляет человека. Сделать так, как хочется тебе. Понимаете? Вот разница. Чтобы не путали манипуляцию и убеждение. Потому что можно переубедить человека, и тогда он сознательно, понимая, что он делает, он сделает так, как лучше. Если мы его переубедим. Не так, как вам надо, а так, как лучше. Понимаете? Он сам приходит к выводу, как поступать нужно. Да, вы его можете просто как-то помочь. Понять это. Манипуляция – как лучше вам. И вот как раз с помощью диалогического или истинного типа общения мы можем общаться на равных, мы можем убедить, мы можем открыть какие-то истины нам с вами открытые. Только на этом уровне, на уровне диалогичности. И вот сейчас мы с вами как раз вот по этому уровню и поговорим. То есть первые два мы будем рассматривать, точнее второе мы рассмотрим чуть попозже, манипуляции, как это происходит, какие компоненты бывают о манипуляции. Но сейчас мы с вами давайте рассмотрим вот именно компоненты истинного общения. Как правильно общаться все они. То есть начнем с хорошим. Да. Вот. Итак, значит, компоненты истинного общения или компоненты диалогического общения. Вот диалогическое, мы почему извиняемся, как вот эти термины пишем, это научные термины, это термины, которые вы встретите в научной литературе. Ну, и мы подумали, что, в общем-то, нам, как служить, нужно владеть научной технологией в том числе. Правда? Итак, значит, первое, что необходимо для истинного общения, это время. И если мы не будем уделять время друг другу, то общение не получится. Какое может быть общение, если муж находится в гараже, а жена в это время на кухне стирает, в ванной стирает, да? Ну, вообще, вот в Эклисиасте... Общения не будет. В Эклисиасте написано «всему свое время и время всякой вещи под небо». Время молчать и время говорить. То есть, на то, чтобы общаться, тоже нам нужно уделять время. Причем, может быть, даже нужно специально для этого уделять время. Вот я когда разговариваю с такими людьми, там, бизнесменами, очень занятыми на работе людьми, я говорю, запишите себе в свой ежедневник, там, с 9 до 10 общение с женой. Потому что, если вы этого не запишите, вы будете заниматься чем угодно, но не общением с женой. Отключите мобильники на это время. Отключайте мобильники, отключайте телевизор, отключайте радио. Все, вот вы вдвоем. Запишите себе в свой ежедневник. Представьте себе, что это разговор с президентом. Ну, я обычно это говорю женой. Ну, нам некогда, нам надо то, нам надо то. Это самое такое время, когда там нам надо с детьми уроки учить. Представьте себе, что это разговор с президентом в вашей компании. Ведь если пришел президент компании, вы бросите все и будете заниматься только им, правда? Правильно, это час. Так, ну, простите меня. Муж намного выше президента компании по статусу. Но почему-то его можно задвинуть. То есть, так же, надвигается часто жена. То есть, вот эти вот вещи тоже чутко нужно как-то для себя прояснять. И вообще, знаете, еще насчет этого. Нас часто спрашивают, и нас этот вопрос очень дорого напрягает. Нужно ли вместе проводить отпуск? Мы же так устаем друг от друга, да? Нужно же отдохнуть. Ну, хотя бы в отпуске отдохнуть друг от друга. Вы знаете, этот вопрос нас просто поражает. Знаете, почему? Ну, представьте себе, вот 24-часовой день, вот средний возник. Я как математик сразу начинаю тоже считать. Да. 8 часов, из этих 24 часов мы друг с другом не видимся. Мы спим. Мы каждый в своем сне. Вычитаем 8 часов. Сколько остается? 16. 8 часов уходит на работу. Если мы работаем в разных местах, или жена дома, а муж на работе. Все равно 8 часов, нас нет друг с другом. Сколько остается? 8. Ну, смотря где... Часа 2-3 вычитаем на дорогу. Как правило. В общем-то, это вы на дорогу уходите. Ну, в Москве там вообще совершенно такие расстояния. Ну, по курсу-то я не знаю сколько. Ну, 2 часа нужно оба, в оба конца. Туда брать. Так, в среднем часа. 7 часов у нас так раз. У нас меньше. Поним? Ну, давайте полтора. Ну, давайте полтора часа возьмем. Значит, остается 6 с половиной. Значит, ну, представим себе, что 6 с половиной часов из них потом... Ну, жена какое-то время проводит на кухне с детьми. Муж какое-то время может проводить в служении, в гараже, с, там, не знаю, с друзьями. Вы знаете, многие говорят, час, ничего подобного. Как мы посмотрели, это не меньше 4 часов в день, как правило. На разные дела вне работы. Понимаете? Ну, вообще, вездесущие социологи посчитали, что муж и жена вместе, вот вдвоем, без детей, когда детей уложили, там, или отправили, или они там занимаются дети сами, без кухни, без телевизора, без телефона. То есть все так и общаются. А вот вдвоем сели, все выключено, они друг к другу смотрят в глаза и общаются. Как вы думаете, какую цифру назвали социологи? В день. Сколько проводит муж и жена вместе? О, что надо делать. 20 минут. 15. Значит, 15? 15 минут. 15 минут в день. Ну, вот по вашему расчету, как мы вычитали часы, у нас получилось полтора часа. Это хорошая цифра. Ну, это в среднем, наверное. Ну, это жаренье. Ну, в среднем, конечно, в среднем. Ну, вот мы сейчас с вами посчитали, получилось полтора. Они же по две минуты сидят, но так в тени и все. Да. Да, селика. Мы про это говорим, понимаете? Мы не говорим, что селика, посмотрели до конкур 15 минут, потом разбежались, уже другу не видят. Мы не про это говорим. Причем в эти полтора часа, которые у нас получились, включить туда и обед, когда нужно заниматься и детьми, и тещей, или еще кем-то. Включите туда разговоры по телефону. Причем, в это время, может, раздастся два-три звонка по телефону, их вычитаем из обеда. Это уже не общение. Вычтите время, когда вы сидите с женой или там с мужем, и в это время включен телевизор? И вы смотрите вместе новости. Это не общение. Это общение с телевизором в вашей семье. Понимаете? То есть, если вы все это вычтете, получается, вы с другом вообще время не проводите, ищем отпуск отдельный. А вообще… Мы и так друг с другом не видимся. Отпуск уходит, давайте как друг. Вообще психологи посчитали для того, чтобы просто поддержать отношения, чтобы они не развалились совсем, но и развитие не получали. Вот чтобы просто поддерживать нормальные отношения, супругам вдвоем нужно 14 часов в неделю. То есть, 2 часа в день. Без телевизора, без телефона, без детей. Только вдвоем. Просто общаться друг с другом. Или хотя бы два выходных. Полностью. И там какое-то время посреди недели. Понимаете? А мы вот даже выпуск отдельный пытаемся проводить. Я никогда не забуду, как однажды позвонила женщина в прямой эфир и говорит. Ой, вы знаете, я немножко так в трассе. У меня муж сегодня, говорит, приходит. Вот наступают выходные. Он говорит, дорогая, вот я решила нам с тобой сделать подарок. Вот у нас с тобой там, значит, предстоят выходные. Я купил на 3 дня путевку на турбазу. Детей мы оставляем теща. Едем с тобой только вдвоем. Никаких друзей с тобой не берем. Будем вдвоем. Будем вдвоем. Вот. Мы, говорит, 11 лет женаты. Мы вообще первый раз выбираемся. Или с одной стороны, говорит, я рада. С другой стороны, я сейчас немножко в ужасе. Чем мы там будем заниматься вдвоем? Он, наверное, от меня что-то ждет. А я, даже бы, представлять не имею, говорит, чем мы там вообще можем заниматься. Чем мы с ним вообще будем там разговаривать вдвоем вообще. Вы знаете, я ей так сказала. Вы знаете, и вот еще я вам позаветую. Прям сегодня же сходите в магазин, купите себе потрясающее сексуальное белье, приедете на эту турбазу на эти 3 дня и просто наслаждайтесь общением с мужем. А ты едешь и сказал, говорит, наверняка... Я уверен, что муж что-то придумал на эти все 3 дня для вас, специальную программу. Поэтому вы не думайте, что вы будете делать. Это забота мужа. Я говорю, а вы просто расслабьтесь, будьте с мужем и радуйтесь тому, что вам предоставили все эти 3 дня. Я говорю, пожалуйста, позвоните нам после выходных, поделитесь со всеми радиослушателями, потому что мы вот с вами разговариваем, послушаем. Не надо говорить подробности, но скажите, понравилось вам эти 3 дня или нет. Вот она позвонила где-то во вторник или в среду и сказала, слушайте, а вы были правы, было все изумительно. Вот, я так, знаете, подумала, вообще здорово, что, кстати, разговор с одной женщиной, и вот больше миллиона слушателей, там даже полтора миллиона у нас под конец было. Представляете, для каких женщин, для мужчин, это была поддержка. Вот с другой стороны, конечно же, напрягают такие моменты, когда она говорит, 11 лет, мы первый раз выбираемся вдвоем. Что мы там будем делать? То есть люди даже не знают, что делать, когда сказали вдвоем. Друзей нет, шашлык не жарится с друзьями. Почему-то до свадьбы, как правило, эти вопросы не возникают. Как-то находятся и темы для общения, и о чем поговорить, и как поговорить. И времени всегда не хватает, да? А тут вот раз, два человека уже боятся остаться вдвоем. Вообще вот это как бы тревожный сигнал. Значит, время. Итак, первое, нужно время для двоих. Второе. Мы с вами решили, что его нужно 2 часа в день. Записывать в ежедневник. Или 14 недею там как-то распределяете. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok